И сейчас передаю слово Баринову Игорю Вячеславовичу, Федеральное агентство по делам национальности. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, сегодня, несмотря на колоссальные усилия наших геополитических противников, их пропаганда не находит отлик в российском обществе. Существующая модель межнациональных отношений уверенно продемонстрировала свою устойчивость. Об уровне общероссийской гражданской идентичности Вы, Владимир Владимирович, уже сказали. Добавлю, что и другие показатели социологических исследований также сохраняют очень хорошую динамику. Так, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, выросла на 3% по сравнению с 2021 годом и составила 80,7%. Значительный рост демонстрирует и показатель доля граждан, не испытывающих дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности. Его значение составило 78,4%, что превышает прошлогоднее значение на 11% пунктов. Теперь несколько слов о реализации государственной национальной политики на территориях новых субъектов Российской Федерации. С момента начала специальной военной операции, взаимодействия с органами власти новых регионов, оказание методической помощи и осуществление гуманитарно-просветительской деятельности находится в числе приоритетных задач ФАДА на России. В рамках исполнения Вашего, Владимир Владимирович, поручения совместно с заинтересованными ведомствами разработан и утвержден правительством Российской Федерации отдельный комплекс мероприятий по реализации государственной национальной политики. Его ключевые позиции учтены и в программе социально-экономического развития новых территорий. В целом комплексом предусмотрена реализация организационных, правовых и информационно-пропагандистских мероприятий. Они ориентированы в первую очередь на укрепление единства, гармонизацию междунациональных отношений, борьбу с дезинформацией и поддержку русского языка. В новых субъектах необходимо не только нейтрализовать деструктивное внешнее воздействие, но и наступательно продвигать достоверные исторические данные, принципы междунационального мира и согласия, задействуя для этого авторитетных лидеров общественного мнения. С целью решения этой задачи предусмотрено создание профильной автономии некоммерческой организации. Для унификации подходов совместно с коллегами разрабатываем планы реализации стратегии государственной национальной политики в новых субъектах. В Луганской Народной Республике и в Запорожской области, например, эта работа практически завершена. Нами проведен оперативный социологический мониторинг по основным показателям национальной политики. Видим определенные проблемы, но нужны углубленные исследования для того, чтобы четко понимать, на чем нам делать акценты в нашей работе. Такая практика уже применялась в Республике Крым и в ряде других регионах. С целью ускоренной интеграции новых субъектов в общероссийскую повестку активно привлекаем коллег к участию в мероприятиях федерального уровня. Со следующего года планируем предоставить им в приоритетном порядке единую субсидию для реализации мер по укреплению общероссийской гражданской идентичности, о которой сегодня мы много говорим. На Пиавельский дня разворачивается разворачивание региональных сегментов государственной системы мониторинга, уже налажено взаимодействие органов власти Луганской Народной Республики и Запорожской области с нашим ситуационным центром. Следуя принципу «кадры решают все», распространяем на новые субъекты практику повышения квалификации работников нашей сферы при участии ведущих преподавателей МГУ. В соответствии с вашим указанием создаем межрегиональное управление агентства. В этом вопросе мы нашли полную поддержку председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина. Территориальный орган позволит повысить эффективность и оперативное взаимодействие, почувствовать ситуацию, что называется, на земле, оказывать правовую, методическую и практическую помощь нашим новым коллегам. Предприняты конкретные шаги по созданию во всех новых регионах регистровых казачьих обществ, опираясь на уже имеющийся актив, ну и конечная цель – это интеграция их во всероссийское казачье войско. С целью продвижения традиционных российско-духовно-нравственных ценностей прорабатываем вопрос поддержки создания двух духовно-просветительских центров в городах Ровенки и Луганск. Считаем, что эффективным инструментом привлечения институтов гражданского общества к участию в реализации государственной национальной политики являются совещательно-консультативные органы при высших должностных лицах, оказываем коллегам помощь в их формировании. Предстоит масштабная работа по перерегистрации национальных культурных объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере национальной политики. Следующим этапом станет оказание содействия их проектной деятельности. Для решения этих задач создаем филиалы подведенных нам Дома народов России. В Донецкой Народной Республике он уже начал свою работу. С участием волонтеров из национальных культурных объединений развернут гуманитарно-просветительский проект по работе с населением, в первую очередь с молодежи, а также по сбору и доставке гуманитарной помощи, в том числе и военнослужащим. В ходе более чем 30 выездов доставлено свыше полутора тысяч тонн гуманитарных грузов. И очень важно, что любой человек, побывавший на освобожденных территориях и увидевший своими глазами результаты правления нацистского режима, навсегда получает своеобразную прививку от экстремизма и становится нашим верным союзником. Понимая важность воспитания молодого поколения, вовлекаем детей Донбасса в общероссийские мероприятия. В рамках патриотической программы Дома Народов России более 1100 школьников из Донецкой Народной Республики посетили культурно-исторические достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга. И что интересно, Владимир Владимирович, на мой вопрос ребятам, что больше всего понравилось в Москве, абсолютное большинство, а это школьники 12-15 лет, говорят, Третьяковская галерея. О них сложился стереотип, что это поколение ТикТока с клиповым сознанием, а им, оказывается, Третьяковская галерея нравится. Часто недооцениваемы наших молодых людей, очень сильно недооцениваем. Далее, мы понимаем, что основные средства сейчас направляются на инфраструктурные проекты и социальную поддержку. Но и борьбу за умы людей нельзя проиграть. Прошу вас, Владимир Владимирович, дать соответствующее поручение о выделении бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в сфере национальной политики в рамках программы социально-экономического развития новых регионов. Там мы небольшие деньги просим, относительно небольшие деньги на эту работу. Уважаемые коллеги, освобождение новых субъектов от нацистского режима ставит на одно из первых мест задачу утверждения в обществе идеи этнического, культурного и исторического единства русского и украинского народов взамен внедрявшейся идеи украинства. Эта работа должна носить системный характер, начинать ее, по нашему глубокому убеждению, следует с дошкольного возраста. Именно дети и подростки наиболее уязвимы для вражеской пропаганды, основанные на беззастенчивом искажении истории и оголтелом национализме. Важные шаги в этом направлении уже делаются Министерством просвещения. Спасибо огромное коллегам. Принята единая программа воспитания. В школах реализуется проект «Разговоры о важном», благодаря которому дети в понятной форме знакомятся с историей и культурой нашего государства. И в этой связи предлагаем подготовить дополнительные методические разработки для этого проекта и дидактические материалы для дошкольников. Они в доступной для восприятия форме могли бы содержать информацию о формировании нашего государства как многонационального, примеры единства народов перед лицом серьезных испытаний. Полагаем, что такие материалы были бы востребованы и во всех субъектах Российской Федерации. Прошу вас, Владимир Владимирович, дать соответствующее поручение Министерству просвещения и нам. Коллеги, вызовы, с которыми столкнулось наше общество, требуют не только напряжения сил, но и корректировки некоторых подходов при работе над новой редакцией стратегии государственной национальной политики. Полагаю, что при решении двуединой задачи сохранения этнокультурного многообразия и укрепления единства Российской нации следует делать акцент прежде всего на укреплении единства. Многонациональность, как вы неоднократно подчеркивали, и сегодня, Владимир Владимирович, наше преимущество – силы и богатства. Но при этом все этносы, от малочисленных до многомиллионных, должны ясно осознавать, что залог их успешного развития, да и, наверное, просто существования в нынешних условиях – это единство народов нашей страны. Надо перестать постоянно апеллировать к негативным моментам нашей истории. К чему это приводит, мы можем видеть на примере Украины. Лучше акцентировать внимание на том, что нас всех объединяет. Наше прошлое мы исправить не можем, но наши прадеды своим трудом, в том числе и ратным, оставили нам великую страну, многонациональным народом, забывавшим исторические обиды ради общих интересов и нашего общего будущего. И наш долг – сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. В заключении выступления не могу не сказать о ребятах, непосредственно защищающих интересы России на передовой. Именно там скрепляется кровью единство нашего многонационального народа. Живой пример этому, когда осетин берет себе позывной «русский», дагестанец – позывной «Георгий», русский воин называет своего сына Зью-Дином в честь спасшего ему жизни погибшего друга чеченца. На этих примерах мы будем растить детей и внуков, да и современников. Мне кажется, что об этом, конечно, лучше всего расскажут бойцы разных национальностей, которые сейчас участвуют в нашем заседании. Но я, Павел Владимирович, хотел вам одного из них представить. Это Рафи Абдул-Джабар, афганец, ну точнее этнический пуштун, выросший в Ростовской области, ну практически донской казак. С 2014 года воюющий на Донбассе. К сожалению, он потерял обе ноги, но до сих пор продолжает поддерживать свое подразделение, помогает готовиться ребятам к боевым действиям, проводит огромную воспитательную работу с молодежью. И, Владимир Владимирович, огромная просьба, помогите сделать ему новые ноги. Мы не в состоянии его это заставить, он не хочет надолго покидать Донбасс, и он послушается только вас, Владимир Владимирович. Спасибо большое за внимание. Вам спасибо за ваше выступление задержательное. Вы сейчас этим закончили, а я хочу с этого начать. Хочу предоставить слово Джабару Рафи Абдулле. Ну а что касается его здоровья, восстановления, мы поговорим с ним отдельно. Я думаю, что не думаю, уверен, мы эту проблему обязательно решим. Пожалуйста, Джабару Рафи Абдулле. Здравия желаю, Владимир Владимирович, Игорь Вячеславович, Денис Владимирович. Приветствую вас, уважаемые участники Совета. Простите, пожалуйста, я волнуюсь. Я родился в 78-м году родом из Афганистана по национальности Пуштун. У нас тогда началась гражданская война в Афганистане. В 80-м году моего отца убили в кавычках светлые войны, которые назвали себя маджахедами с криком «Слава Аллаху, моего отца!» Оружием, которое им дали американцы. В 7 лет меня, как сироту, привезли в Советский Союз, где я получил воспитание, где я был обеспечен всем необходимым, где я получил заботу, уют. В школе-интернат у меня были преподаватели Валентина Ивановна, Фарида Фатаховна, Людмила Николаевна, Вера Степановна, Захид Шафиулович и многие-многие разные, абсолютно разные имена разных национальностей. Они привели во мне, дали мне добрые чувства. Они научили быть меня сильным человеком. Они учили меня быть сильным. Они учили меня быть порядочным и добрым. Очень многому, все, что у меня есть в жизни, я обязан этим людям. В 2014 году я понял, что война идет сюда, и я не смог не прийти к ней, потому что куда бы я ни убегал, эта война все равно придет за мной. В 2017 году после ранения тяжелого я был в коме, и священники, православные священники своей пастой объявили, попросили сдавать мне кровь. Много людей, студентов, шахтеров, врачей, военных, разных национальностей, всего народа Донбасса, пришлось сдавать мне кровь. Вражеская пропаганда говорит о таких солдатах, как мы, что мы оккупанты. Местное население никогда не будет сдавать полностью, двое суток заливать человека кровь, из которого кровь вытекает, они заливают его по новой и отдают свою. Никогда оккупанту такого не сделает. Ни одно население. Я благодарю русских людей, российский народ, народ Донецкой народной республики, что своей любовью это первое добродетель христиан подарило мне жизнь. Я все сделаю в этой жизни, чтобы русский народ знал, что это не зря. Игорь Вячеславович, простите, пожалуйста, я скажу о деятельности Федеральной агентства по делам национальности в Донецкой народной республике, в Запорожье, где я видел. Я первый раз увидел, извините за каламбур, где нету грани, где нету барина и холопа, где я видел министров Магомед Салам, Магомед Алиевича, я видел, как вы разговариваете с обычными людьми, как вы обнимаете солдат. Это у меня нет слов, простите, пожалуйста, я переживаю, не буду много говорить, я просто хочу закончить тем, что я мусульманин, я пуштун, афганец, Рафи Абдулджабар, я русский солдат, для меня великая честь быть русским солдатом. Честь имею. Вам спасибо большое за вашу преданность тем ценностям, ради которых мы живем и за которые мы боремся. Это первое. Второе, передайте самые лучшие пожелания всем вашим товарищам, которые продолжают сражаться. И вам спасибо за ту роль, которую вы играете и сегодня, несмотря на тяжелые ранения. Что касается реабилитации, то давайте мы с вами отдельно поговорим, свяжемся, пообсуждаем. Ну, так же, как и по некоторым другим вопросам вашей дальнейшей работы. Вам спасибо. Эти комментарии к выступлению Игоря Вячеславовича, такие эмоциональные, такие искренние, правдивые, не менее важны, чем само выступление Игоря Вячеславовича. Спасибо большое.